Больше 100 рублей могут заработать могилевские школьники, которые работают в годы летней занятости. Улику организаторов выступают школы, колледжи, гимназии, установы позашкольной редукции и центры соцобслугования. Праца разная от будовольных и работных работ до пошивых речев. Это помешкание Центра социального обслугования Ленинского района Могилева за працы девчат из могилевского медколледжа и 7 лицея. Отправили от лицея, сказали идите подработайте, заодно набейте руку. Вот так вот мы здесь оказались. Як организовать летню занятость, кожная навучальная установа вырошает совиста. Центры занятости пропонуют розовую працу. У гэтой майстерни уже шостый год на летнюю працу запрашают школьников и студентов. В этом году поступил социальный заказ на пошив 500 комплектов нижнего белья. Вот наши девочки сейчас выполняют эту работу. Сейчас на данный момент у нас 10 человек трудятся в мастерской, но всего на лето у нас запланировано трудоустройство до 22 студентов. Тамара Машковская – опытный инструктор, назирая за тем, как были ровные стежки и крой. Через год уже пойдут на работу. Это как бы в рамках вот то, что они должны делать на работе. Качество, чтобы было, и скорость. Вот от этого зависит и заработная плата. Это еще одна спрашивая, по яким приходят в швейную майстерню. Миллион и выше. Это за сколько дней? 10 или 11. Худка этой майстерния прямя новых работников. Каждый год заявки на летний заняток отправляют в лицеи, колледжи, школы. Все лето в области працу лотковать плануется коляк 4 тысяч в ушням. Андрей Шуляк, Миколай Соболев, Новинный регион.